МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире новости в студии Александр Белов. Здравствуйте. Сегодня в выпуске смотрите. Крымский туризм. Зачем студентову СУМ отправили на оккупированную территорию? Митинг-реквием. Как в Турции отметили 74-ю годовщину депортации крымских татар. Николаю Семене 68. Как осужденный оккупантами, крымский журналист празднует день рождения. Крымскому журналисту Николаю Семене сегодня 68 лет. Свой день рождения Семена отправился в оккупационную уголовно-исполнительную инспекцию. Каждый второй понедельник месяца он отмечается, так как отбывает условный срок. По той же причине он не может ответить на поздравления украинских друзей. Семена планируют отметить дату в кругу самых близких. После аннексии в апреле 2014 оккупанты его обвинили в призывах к нарушению территориальной целостности России. А в сентябре 2017 прокремлевская эфемида назначила наказание в виде 2,5 лет условно с запретом на публичную деятельность на 3 года. Через два месяца Семене смягчили наказанием, сократив срок запрета на публичную деятельность до 2 лет. Сам крымский журналист считает, что он реализовывал право на свободное выражение мнения. Пять лет лишения свободы за поддержку территориальной целостности Украины. Такой срок запросил оккупационный прокурор для двух фигурантов так называемого отдела 26 февраля. Алия Санову и Мустафе Дегерменджи. Остальным подсудимым 3 года и 6 месяцев тюрьмы. Сегодня на суде обвиняемые выступили с последним словом. Окончательный приговор прокремлевский суд вынесет 4 июня. По словам адвоката Эдема Семидляева, срок запрашиваемой стороной обвинения необоснованный. Поэтому чок саунс про то, что вы не остаетесь в стороне. Это обычный политический процесс, где адвокаты делают максимум показать всю несостоятельность дела. Весь тот обман и приговор, я думаю, конечно же, будет неоправдательный, как и во всех политических делах. Это обвинение потребовало двум фигурантам дела, это Алия Санову и Мустафе Дегерменджи, 5 лет лишения свободы с испытательным сроком в 3 года 6 месяцев. Трем остальным фигурантам 3 и 3 года 6 месяцев лишения свободы каждому с таким же испытательным сроком. Наверное, я уже объяснял, в чем заключается такое требование, что есть срок лишения свободы, но в течение испытательного срока они должны вести себя хорошо, так скажу, для того, чтобы не применять норму, которая предполагает заключение и отдувание реального срока. Освободить Игоря Мавенко. Правозащитники обратились к правительствам стран Украины, Евросоюза, США, Канады, Австралии и Японии и международным организациям. Они призывают международное сообщество содействовать освобождению Игоря Мавенко и усилить санкции против России за преследование проукраинских активистов в оккупированном Крыму. А также обеспечить поддержку родным Мавенко и семьям других политзаключенных. Подписать обращение можно на сайте Украинского гельсинского союза по правам человека. 7 мая 2018 года оккупационный Гагаринский суд Севастополя приговорил Мавенко к двум годам лишения свободы за посты в соцсети, а дни в публичных призывах к экстремизму. На практику в аннексированный Крым. Студенты Сумского опедуниверситета на протяжении недели проходили практику на полуострове. По словам ректора, поездка была организована руководством ВУЗа за месяц. Это уже второй случай визита представителей украинского заведения аннексированного Крыма. В начале мая скандал разгорелся вокруг поездки одесских школьников без разрешения СБУ и страха за своих детей. Почему родители отпускают своих чат на аннексированную территорию, разбирались наши корреспонденты. Май пришел, пора и на отдых. Вот уже пятый год украинские туристы продолжают ездить в Крым и игнорировать статус оккупированной территории. Правда, все меньше. Госпогранслужба докладывает об уменьшении поездок украинцев на полуостров, а туроператоры отмечают отсутствие спроса на такой маршрут. Крым мы на данный момент не продаем, потому что нет спроса на него. В принципе, когда произошли все эти события по Крыму, вот в принципе тогда мы перестали его продавать. То есть на данный момент мы продаем затоку, Одессу, у людей в первую очередь играет патриотизм. То есть, соответственно, не хотят люди путешествовать в оккупированный Крым. Тем больше резонанс вызывают поездки на аннексированную территорию организованных групп. За последний месяц было зафиксировано два таких случая, когда в Крым отправились школьники и студенты. Последний раз отметили студенты Сумского педагогического университета. Они учатся по специальности туризм. На протяжении недели покоряли крымские горы. Практика была утверждена руководством, говорит ректор вуза. За Кутайла Денис повел 13 осіб за программой, через другую категорию, через третью категорию, складностей. Как вы считаете, что это допустимо? Вы знаете, перед тем, как это вопрос решать, мы согласовали за вопрос Службы безопасности Украины. Управление СБУ в Сумской области отрицает факт согласования поездки. Управлением СБУ в Сумской области санкции еще до выезда студентов для проходения практики не надавались, поскольку это не передачено чинным законодавством Украины. Не меньший резонанс вызвало и путешествие учащихся Ришельевского лицея из Одессы в начале мая в горы Крыма. Руководство учебного заведения открестилось от поездки. На своей странице в фейсбуке написало, что поездка была частной. Ее организовали родители. Как показывает практика, сотрудники ФСБ используют любые предлоги для задержания украинцев на территории Крыма. Одним из таких громких примеров стал задержание месяц назад Александра Сташенко. Сотрудники погранслужбы заявили, что он не похож на свою фотографию в паспорте. Анастасия Исаенкова, Александр Комендант, Новости ЮАК Рым. В оккупированном Крыму уже пять дней ищут пропавшего человека. В среду 9 мая Мэдэм Сейманов вышел из своего дома в Старом Крыму и не вернулся. Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшем, просим сообщить родным по указанным на экране телефоном. Митинг-реквием к 74-й годовщине депортации крымских татар накануне в столице Турции Анкарей открыл неделю траурных мероприятий. Люди вспоминали трагедию депортации коренного народа Крыма и показали дорогу жизни, созданную крымчанами разных стран мира. Сотни крымских татар, проживающих в Турции, собрались на площади Анадола в Анкаре. В руках у людей украинские, турецкие и крымско-татарские флаги. Плакаты с надписями «Крым принадлежит крымским татарам». Люди пришли вспомнить о трагических событиях депортации 44-го года. Тогда, по указу Сталина, за несколько дней советские власти выселили из родного Крыма. Более 180 тысяч крымских татар. На митинге транслировали обращение председателя Меджлиса Рифата Чубарова. Он напомнил, что положение крымских татар до сих пор остаётся трудным. И крымско-татарский народ, и турецкий не забудут про геноцид крымских татар 18 мая 1944 года. Все, кто причастен к тем трагическим событиям, должны предстать перед судом. Да здравствует Турция, да здравствует Украина, да здравствует Крым, да здравствует крымско-татарский народ. На митинге впервые показали дорогу дружбы. Это огромное полотно, сшитое из сотен маленьких кусочков ткани. Их присылали крымские татары из разных уголков Турции и Украины. Люди мечтают, что после деоккупации это полотно окажется в музее свободного Крыма. Поддержал крымских татар и министр иностранных дел Павел Климкин. Его обращение зачитал посол Украины в Турции Андрей Сибига. Украина решительно засудит злочин кремльского режима, как в прошлом, так и в 21-м столетии. Это немыслимо. Но современной реальностью, временно оккупированной Россией Крым, снова стали убийства активистов и просто незгодных. Член Меджлиса крымско-татарского народа Гаяна Юксель прилетела из Киева на митинг, чтобы рассказать о том, как живется крымским татарам в оккупации. Коренной народ Крыма, народ, который имеет полные права на эту землю, крымские татары, находятся под давлением. И всякие попытки русской пропаганды показать, что в Крыму сейчас хорошо, просто попытка замылить очи. На 20 мая запланирован еще один митинг реквием крымских татар. На этот раз в Стамбуле, напротив Генерального консульства России в Турции. Оксана Гуцел, новости, Юэй Крым. Против пяти членов избиркома Крыма и Севастополя ЕС ввел санкции. Все из-за организации незаконных президентских выборов на полуострове. Это Александр Петухов, экс-глава избирательной комиссии Севастополя и еще четыре действующих члена избиркома. Наталья Безрученко, Инна Гузеева, Мирослав Погорелов и Анастасия Капранова. Украина и страны Евросоюза не признают результаты незаконных выборов в Крыму и Севастополе 18 марта 2018 года и называют их нелегитимными. Дмитрий Медведев вновь возглавил правительство России, а значит пенсионерам в оккупированном Крыму снова жить с тем, что денег нет. Крымчанка Анна Буянова, благодаря которой ответ премьера стал популярным интернет-мемом, это точно знает. Обещанной индексации пенсии от Медведева она так и не дождалась. Женщина живет на пенсию в 8 тысяч рублей. Держится Анна Буянова благодаря домашнему хозяйству. Летом продают овощи с огорода, но зимой бывает совсем туго. На вопрос журналистов, всегда ли так тяжело было, женщина ответила. При Украине легче жилось. Гривна была твердая, а рубль какой-то пустой оказался. За незаконное посещение Крыма в Украину не пропустили еще одну российскую певицу Светлану Сурганову. Об этом сообщает Госпогранслужба. Во время оформления пассажиров рейса, прибывшего из Минска, одной из прибывших оказалась российская артистка. Украинские пограничники установили, что в мае 2016 года она посещала оккупированный Крым, прилетела авиарейсом из Петербурга в Симферополь и за два дня вернулась обратно в Россию. В Украину Сурганова прибыла не для концерта, а с частным визитом. Но законодательство о временно оккупированных территориях не предусматривает исключений. По крайней мере, до момента освобождения Крыма, уточняет Госпогранслужба. Виявилося, что она в 2016 году отмечала оккупированный Крым через тимчасово закрытые пункты пропуску, чем порушила законодательство Украины. На основе этой информации в межах компетенции Державная прикордонная служба приняла решение про непропуск данной гражданки через кордон Украины на въезд и про заборону ее въезда на территорию Украины термином на три роки. В целом, это уже 117-та артистка и, власне, публичная особа из Российской Федерации, которой мы отмечали в перетене кордона и заборонили въезд термином на три роки впродовж минулого и уже поточного року. На этой минуте это все новости. В студии был Александр Белов. Следующие новости и выпуск новостей уже в 19.00. Оставайтесь с нами и подписывайтесь на Юэй Крым в Фейсбук.